Проблема передвижения по городу – одна из основных, с которыми сталкиваются переселенцы из Украины. Чтобы оформить документы, устроиться на работу, определить детей в школы и сады, приходится много ездить по городу. Транспортные расходы в день могут достигать нескольких сотен рублей. В помощь таким людям Союз автоперевозчиков Ангарска за свой счет изготовил электронные карты с неограниченным количеством поездок. Карта – это персонифицированная, она привязана именно к конкретному гражданину. Ну, срок действия карты составляет как раз время, на которое произведена регистрация в ФМС. Если срок регистрации будет продлен, карта тоже будет продлена. Первые транспортные карты под названием «Солидарность» вручились сегодня семье Пущинских. Заявление на выдачу электронных проездных подали еще несколько украинских семей. Мы очень благодарны социальной системе, потому что действительно очень нужно, потому что бегаем. С теми же оформлениями документов. Очень много, все организации находятся на больших приличных расстояниях. И для нас, которые не очень хорошо знают город, это очень поможет. Поэтому мы безумно благодарны, спасибо. Транспортные карты для беженцев будут действовать также на пригородных маршрутах. Перевозчики Ангарска надеются, что это поможет гражданам Украины, которые знакомы с приусадебным хозяйством, найти работу, а возможно и жилье в сельских поселениях района. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время.